Доброе всем утро! С вами Авелий Станкевич и наша ежеутренняя передача, которая называется «Завтрак с Библией». У меня сегодня было много о чем поговорить, но вот я хотел, поскольку сейчас сам обучаюсь и других обучаю тому, как делать успешный бизнес, хотелось бы поговорить на тему, кто станет успешным. В этом написано в Библии, кто станет успешным. И все это место читали, многие из вас его очень любят, и я хотел бы просто его повторить для всех, чтобы было понятно, кто может стать успешным. Псалом номер один, с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит свой плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. То есть вот здесь совершенно конкретно написано, кто может стать успешным. Я когда эту тему проповедовал в церкви, я сказал, во-первых, успешный может быть только муж, потому что здесь написано «блажен муж». Но на самом деле, чтобы не вдаваться в фарисейство, мы знаем, что в книгах Нового Завета написано, что нет больше среди нас в теле Иисуса Христа ни мужчины, ни женщины, ни рома, ни свободного. Мы все одно, и мы все одно тело. Поэтому в данном случае, конечно, может быть успешным любой человек, который просто взял вот слова Божьи и живет по законам Божьим. Причем это не первый раз, когда мы встречаем подобное в Библии. Первый раз, вернее, когда мы встречаем подобное в Библии, это было в благословении, которое получил народ Израиля. А второй раз это было в книге Иисуса Новина, первая глава, восьмой стих. «Да не отходит сия книга закон от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен на путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть Бог говорит, что если человек будет делать все, что Бог заповедовал, все, что написано в этой книге, все делать так, как Бог хочет, чтобы мы делали, то на самом деле мы будем успешны. Потому что его задача, чтобы мы, я считаю, исходя из того, что написано в Библии, я считаю, что его задача была сделать нас всех успешными, сделать нас всех мульти богатыми и очень влиятельными. Потому что по-другому мы влиять на мир, в общем, так сильно не можем. Потому что написано и у Исаии несколько раз, и у Еремии, что нечестивые обогатились, да, и Бог попустил все это. Но я считаю, что если мы будем богатыми людьми и влиятельными людьми, то мы вполне можем противостоять этому злу, потому что мы знаем, какой будет конец. И на сегодняшний день, даже если мы ничего не будем делать, все равно больше план осуществится. Но если мы попытаемся сделать что-то сверх того, что нам удобно, вернее, делать, да, то есть мы чуть-чуть больше продвинемся в жизни, чуть больше обучимся в жизни, начнем делать вещи экстраординарные. И все это в соответствии со Словом Божьим мы начнем влиять на этот мир, достаточно только тем, что люди будут видеть, что этот человек живет по Слову Божьему и он благословлен. Посмотрите, пример Иова, когда он не согрешил ничем перед Богом, а тот благословил его дважды больше, чем у него было до этого. Посмотрите, любого другого праведника из Библии, все абсолютно были сказочно богатыми людьми и люди делали выводы о том, что они друзья Божьи, только потому что они богатели, не прибегая ко злу, не прибегая к каким-то вещам, которые, ну, не свойственны человеку верующему, а именно старались жить по Слову Божьему. И это было, собственно говоря, демонстрацией того, как Бог благословляет тех, кто является последователем Его Слова, то есть Его поклонникам. И еще раз хочу вернуться к псалмам. Здесь совершенно четко написано, что в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Поэтому, собственно говоря, я не говорю, что я прям там уже, прям сегодня стал праведник, потому что я каждое утро читаю Библию, я вот этого читал. Просто я предлагаю вам каждый день начинать завтрак с Библии. Это самый питательный, самый лучший завтрак, это основная порция, которую мы получаем каждый день. Если вы будете начинать свой завтрак с Библии, то и день ваш будет насыщенный Словом Божьим, благословением Божьим, которое, как я уже неустанно повторяю, обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому пусть ваш день сегодня будет благословен, почитайте Библию, если вы ее еще не читали, читайте ее каждый день и насыщайтесь, укрепляйтесь в Слове, и пусть Господь обильно благословит вас во всем, что вы делаете, если вы, конечно, в сердце своем живете по законам Божьим, в мыслях своих живете по законам Божьим, ну и делами своими, конечно, живете по законам Божьим, потому что здесь написано, что будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Поэтому будьте успешны во всем и будьте всегда под рукой Божьей, чтобы у вас было хорошее утро, хороший день, хороший конец недели. Мы с вами встретимся сегодня в 10 утра, если никто не знает, на нашей передаче, которая называется «Беседы о Библии», и там уже подробно поговорим о некоторых ее аспектах. На сейчас у меня все, и будьте здоровы и благословенны. Пока!